То есть вариация некоторых условных у не случайна, обусловлена действием каких-то неучченных переменных. Но поскольку низкий r², предлагаю пренебречь влиянием этих неучченных переменных и перейти к стандартизованным остаткам. Заново запускаем регрессию и просим теперь сохранить не все значения, которые уже сохранили, а стандартизованные остатки. Причем лучшими считаются стюденизованные удаленные. Поэтому их запускаем. Continue. OK. Получили переменную sdr1. Посмотрим на ее характеристики через описательную статистику, через Explore опять же. Запускаем. По гистограмме мы видим, что у нас мало, сравнительно мало наблюдений с статистически большими величинами стандартизованных остатков. Больше 1,96. Но они тем не менее есть. Это люди, для которых модель работает статистически плохо. И можно попробовать построить для них другую модель. То есть, сегментировать нашу выборку на людей, для которых модель работает хорошо, и людей, для которых работает плохо. И рассмотреть людей, для которых работает плохо, отдельно. Для этого мы должны сделать след кейсис со следующим условием. Так, меньше минус 1,96 и больше 1,96. Запускаем. Посмотрим, возможно ли для них своя модель регрессионная. Для этого снова запускаем дисперсионный анализ многофакторный. Я снова вернул зависимую переменную в качестве Dependent. И снова запускаю. Оказывается, да, для них возможно высокоточная регрессионная модель. Попробуем ее построить. Просто перезапускаю, но предварительно снимаю сохранение остатков. Они пока нам не нужны. Р-квадрат на обучающей выборке оказался гораздо ниже, чем дисперсионный Р-квадрат. Значит, прямая линия здесь не подходит. Должна быть какая-то другая форма.